Друзья мои хорошие, приветствую вас на своем канале, меня зовут Дмитрий, это канал Добро Едит, это American Truck Simulator версии игры 1.410109S Не смотрите, я там подключал и отключал моды, всегда у меня что-то связанное с логом игры, вот сейчас все нормально продуплилось и все стало хорошо Ребят, сегодня обзор интересного, кстати, мода, давно не было ничего связанное с модами, давно не было обзоров, ну потому что сейчас все тухло с модификациями в принципе Все что старое, все обновляется, обновляется криво и снимать так таковое особо на самом деле нечего, к сожалению, я все в надежде найти что-то более-менее интересное, чтобы показать вам и вы что-то бы взяли с ролика и использовали Ребят, сегодня мод, ну многим зашел DAF XG с его камерами, да, с его камерами и для American Truck Simulator тоже появилась такая возможность использовать камеры портированные с ETS, а именно с DAF Как это выглядит, друзья, вы сейчас можете наблюдать, сейчас я загружаюсь, можете наблюдать на каскаде и на фредлайнеры, я хочу отметить, что эта камера будет выглядеть вот таким вот образом, да Что слева, что справа, я их тестировал, я сейчас заведусь, да, я тут у меня Тоби трекер, да, я могу повыше, пониже, там приблизиться и отдалиться в таком исполнении Вот так это выглядит, ребят, снаружи они используются в пластике, только в пластике, работоспособность данных камер вполне себе нормальная, да, я уже сейчас посмотрел Если я сейчас немножко голову отверну, камера продолжит работать, это не как в модах, да, раньше было, что мы брали тот же Mercedes-Benz какой-нибудь, да, MP5 и у него глючили камеры Здесь нет, здесь действительно работают эти камеры, все прекрасно отображается и работает На примере той же каскаде вы сейчас как раз это видите И сейчас мы с вами посмотрим, да, все-таки я сейчас специально даже возьму, остановлюсь, пропишу G-Set, не-не-не-не, G-Set Time 1, то есть ночь И как это будет работать при, ну, допустим, при свете В принципе, как многие ребята мне сказали, в оригинале такие камеры, которые используются на том же K5, на Камазах и на Mercedes-Benz Они действительно имеют свойство освещения, да, то есть для нормального, скажем так, обзора в ночное время По крайней мере, так писали ребята мне в комментариях на стриме, что, Дим, действительно они будут светить ночью ярче, чем, ну, чтобы можно было в них посмотреть, да То есть все это дело прекрасная работа, как вы видите, небо у нас будет светлее, чем вот сейчас в данный момент, то есть ночное такое красивое И зеркала, ну, как бы, такое ощущение, что они засвечивают, хотя они не засвечивают, то есть это вот как бы в реальной жизни Ну, как бы, вот так это, ребята, выглядит на примере Фредлайнер Каскадия Да, если мы возьмем сейчас G-Set Везер, это у нас дождь, ну, опять же, все прекрасно, как бы, работает, никаких проблем, глюков никаких нету, ребят Сколько вот я сейчас посмотрел G-Set Time, давайте 12 дней мы обратно сделаем Все прекрасно, как бы, ну, функции, а не рует, что слева, что справа Надеюсь, понятно, да, то есть суть Давайте посмотрим, на какие грузовики все-таки добавлена данная вот эта тема Опять же, она на любителя, кому-то зайдет, кому-то нет Кто-то ждет, кто-то не ждет, кто-то сейчас скажет, да нахера это надо Ну, с какой-то стороны, да, я с вами соглашусь, ребят, что нахрена это надо, да, то есть Тем более в Америке, ну, опять же, если посмотреть на грузовики Хочу сразу отметить, что на Peterbilt 389 и на Kenward W900 на классические эти грузовики данная камера не добавлена Ее нету, она не прописана, и это хорошо, потому что классика есть классикой, да Не надо в классику пихать что-то такое современное, да Для этого у нас есть W990, который в себе сочетает, Kenward Который в себе сочетает, как бы, новшества и в то же время классический стиль Но, опять же, он на любителя, кстати, обзорчик, наверное, на него я тоже все-таки сделаю Хороший грузовик под 1.41, блин, сейчас он обалденнейший Ну вот, он и всегда был обалденнейшим Вот, ну давайте вернемся обратно к зеркалам, ребят, и по порядочку посмотрим Ну, во-первых, Каскадия, да, фредлайнер Каскадия, допустим, любого Оттенка, и этот мод добавился вот сюда, прописано в Doom с Mirror Cam, да, камеры И, в принципе, если посмотреть, для Каскадии выглядит он неплохо Потому что Каскадия сама такая брутальная, аэродинамическая Она вся такая модная, вся такая зализанная, спортивная какая-то такая, да И камеры здесь, ну, как-то они, да Ну, как-то они в тему сюда заходят Как-то вот, ну, не знаю, если посмотреть В целом она выглядит с этими камерами, ну, неплохо Я не скажу, что вау, но неплохо И они как бы есть здесь, да, что слева, что справа Только вот, как бы, она имеется Только здесь иногда бывает, вот, под козырек чуть-чуть эта камера То ли неправильно поставили, то ли, не знаю, заметил косячок такой Это Каскадия Если мы берем Western Star Western Star, да, то, в принципе, да Добавлены камеры Western тоже самое Они, ну, салоны Western и Каскадии Они, в принципе, однотипные, однохренственные Как я сказал, видите, косяк Вот, они также здесь присутствуют Если мы возьмем вариант, значит, SBA Ну, SBA, это, видите, как в дневной Такие уши, короче, здесь, да Или 8.6, как бы Ну, все равно, камеры добавлены и в тот интерьер И в этот интерьер И они поддерживаются и там, и там Значит, и в той Каскаде, и в этой Каскаде Это, господи В Western Star Mac Gim, да, Anthem То же самое, камеры здесь добавлены Будут вот так вот наблюдаться И по салону выставлены Вот так Здесь они уже более-менее International Long Star Один из тех грузовиков, которые я ждал И он мне очень нравится Ну, опять же, все, ребят, мир любители Я считаю, ну, как бы не то, что считаю Мне этот грузовик очень нравится Хотя американцы о нем отзываются И даже русскоязычные дальнобойщики в Америке Отзываются о нем, что этот грузовик не на каждый день А уж тем более не на Межштадт какой-то Да, то есть этот грузовик хорош Внутри штата, небольшие расстояния Потому что он сам по себе не комфортен Для разъездов, допустим, на дальние какие-то расстояния Если вы едете из штата в штат Да, Межштадтные Потому что дальнобойщики в Америке Они краснодельцы внутриштатные и Межштадтные Ну, не знаю Мне он все равно, как бы, друзья, нравится Данный грузовик, я от него тащусь Ну, не знаю Я доволен Что касается камер Здесь также они, друзья, добавлены Мирор Камс Они здесь есть И будут они выглядеть таким вот образом По салону, да, то же самое Если посмотреть Как бы они вот-вот Практически Ну, нормально Нормально 389 Как я уже сказал Камер в 389 нету Они здесь и не нужны В принципе Вольво ВНЛ Присутствуют камеры для любителей Вольво В самом низу они за мной Здесь вот они находятся То же самое Все они в пластике Ничего не меняется По салону Это вот так вот выглядит Да, то есть Как бы вот они Причем это ниже, чем вот это Кстати, да Левая побольше 579 Петр Не помню Есть камеры, да То же самое Есть в этом Петере W900 Нет И они здесь не нужны Вот реально, ребят Да Тут прям по факту Вот в этот классический грузовик Эти камеры Ну не то, что лишние Они вообще здесь не должны быть В априори Вот Их нету И Кинворд 680 Да В нем присутствует данная тема В нем присутствует данная камера И вот так это выглядит Ну для него, знаете Как будто ему руки отрубили Здесь посмотрите Так на Кинворд Какой-то он Как будто я не знаю Ну как прям вот его Как бы вот Кабину ему вот так вот сжали Как бы это не выглядит так Как допустим Выглядит это На Маке Да Либо на Фредлайнере Каскаде Да Если посмотреть опять же На Каскаде На Каскаде Более-менее Как-то нормально На Маке уж тем более Да На этой Махине Как бы Эти зеркала будут шикарно Выглядит Вот А вот на этом Как-то Ну не знаю Ребят Опять же На любителя Это все Что я хотел Сегодня вам показать По данному моду Ссылочку я оставлю в описании Не забываем ставить лайки Подписывайся на канал Вступай в группу вконтакте Пишите мне в личку Вступайте в дискорд Пишите что вы думаете По данному моду С вами был Дима Удачи Успехов Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok